Первое и второе места заняли алматинские исполнители в Испании на фестивале «Поющая Коста Браво». Эти победы вдвойне цены тем, что призерами стали артисты, которые не слышат и не видят. Это было первое выступление казахстанцев с ограниченными возможностями на фестивале, где остальные певцы были здоровыми людьми. Алина Алексеева, Амина Усманова и Биржан Абдерашитов не слышат музыки и не могут петь. Их творческое оружие – жесты и пластика. На языке глухих они исполнили песню о Казахстане на фестивале «Поющая Коста Браво» и победили. Было очень интересно и я очень переживала, ведь это был конкурс среди говорящих, и мы единственные были из глухих. Руки тряслись, ноги тряслись, но когда начинаешь петь, обо всем этом забываешь, вдохновляешься и поешь. Я была в шоке, когда поняла, что мы победили. Казахстан впервые в Испании занимает первое место. Это здорово. Я даже близко не ждала победы. Мы сидели с говорящими, началось награждение. И тут меня говорящие толкают и говорят, вы победили, и толкают нас получать приз, и мы были потрясены. С артистами занимается директор Дома культуры Казахстанского общества глухих Жанара Бектурганова. Говорит, что, собираясь в Испанию, расценивала участие своих воспитанников как довольно рискованный шаг. После награждения я спросила у директора, вы дали нам первое место, потому что пожалели нас, потому что мы инвалиды. А он говорит, у нас такого нет разделения, ты инвалид, а я нет, мы все одинаковые. Действительно, мы такого пения не видели никогда, чтобы глухие так пели. И вы, правда, очень хорошо выступили. Жюри и зрители, сами участники были в восторге. Ержан Дусимбеев не видит, но говорит, что почувствовал, как хорошо зал принял его. Энергия зрителей помогла певцу собраться и выложиться на все 100%. Я, на самом деле, когда выходил, готовился, когда я уже выходил к своему выступлению, к своему номеру, конечно, очень было волнение, как волновался, в общем, тем более за границу. Конечно, это впервые, я за границей, но когда уже на сцену вышел, уже все волнения прошли. Такая была мощная овация. Ержан занял второе место вместе с Думаном Жаканбаевым и Марией Ланшаковой. Все они концертируют, но до этого выступали только на казахстанских сценах. Состязаясь с исполнителями сразу из нескольких стран, ребята не просто завоевали призы. Там были и певцы с Евровидения, такие голоса. Спасибо всем большое, Акимату. И главное, спасибо ребятам, что они могли завоевать эти медали, эти дипломы. Я думаю, что они в дальнейшем поставили себе повыше планку. Будут ездить, не будут бояться. Они уже знают, что они могут соревноваться наравне со здоровыми людьми. Где тишина, там гадония, мы, дядя Белудия. Татьяна Напольская, Ерлан Абжанов, Алматы.